Тем временем автозапчасти лишь растут в цене и в целом содержать личный автотранспорт с каждым днем становится все дороже. Иной водитель нет-нет, да и задумается, а так ли выгодно иметь свой собственный автомобиль. Ведь расходные материалы и запасные части, по словам экспертов, в сравнении с прошлым годом, стали дороже аж на 80%. В тему погрузилась моя коллега Яна Ушакова. Ежегодно среднестатистически водитель тратит десятки тысяч рублей на содержание своего железного коня. Повышение стоимости комплектующих заставило некоторых автовладельцев более скрупулезно выбирать товары в магазине запчастей. Причем смотрят не только на ценник. Мы не увидели, что что-то изменилось в сторону, скажем, то, что люди берут более дешевые продукты Китая или дешевого масла низкого сегмента. Стали наоборот, увеличилась процентная доля выручки именно качественного сегмента. Машины всегда требуют. Но есть плюс, что отечественные машины особо запчасти недорогие. Была бы иномарка, другое дело. Каждый раз по-разному. Бывает, ничего не тратишь, а бывает, много тратишь. Сожившаяся экономическая ситуация в стране отразилась как на рынке товаров, так и услуг. Если раньше на плановое техобслуживание, как правило, необходимо было заранее записываться за несколько дней, то сегодня таких длинных очередей нет, делятся специалисты. Запчасти подорожали, но у людей денег меньше стало. И зарплату урезали, скорее всего, в связи со всеми обстоятельствами сложившейся в стране. Мне кажется, клиент стал немного меньше. Альтернативой личной легковой машине является такси. Несмотря на рост стоимости запчастей и ГСМ, на работе извозчиков это никак не сказалось. Даже наоборот, говорят, ощущается прирост клиентов. Увеличение объема работы, конечно, более чем в два раза было. Ценовую политику менять не собираемся, потому что, например, моя служба такси, она поддерживает единый тариф. На междугородние сообщения стоимость тоже не будет меняться, по крайней мере, пока. Возьмем среднестатистический отечественный автомобиль. Если рассчитать затраты на передвижение до работы и обратно, в неделю на бензин уходит до 500 рублей, в году 52 недели. То есть 26 тысяч рублей уходит только на топливо. На дорогу без страхового полиса нельзя, ОСАГО на год еще порядка 10 тысяч. Транспортный налог около тысячи, охраняемая стоянка по тысяче в месяц. Заложим еще 5-6 тысяч на техосмотр и обслуживание. Итого 55 тысяч рублей. Несмотря на обилие операций и постоянный рост затрат, мало кто готов отказаться от собственного автомобиля. Я предпочитаю свой автомобиль, если честно. Безопаснее. Безопаснее, не знаешь, какой таксист попадется, да и как-то, не знаю, удобнее, быстрее. Все ровно. Ну, смотря кто, как и куда ездить. Если честно, на работу ездить, я думаю, это будет дорого каждый день на такси ездить. А на своем как-то. Ну и по времени лучше, считай, вышел, ждать не надо. Куда надо, срочно там. Скажем, даже если на Новый год сейчас взять, вы таксистов не дождетесь. Автомобиль не роскошь, а средство передвижения. И это уже обыденность. Однако, если цены на топливо и запчасти будут расти теми же темпами, что и последний год-два, то если уже не сама машина, то ее содержание действительно может превратиться в роскошь. Яна Ушакова, Андрей Буслаков, РНТВ, Набережные Черны.